Это экстренный вызов на канале ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Разбойное нападение и покушение на тройное убийство. Девушка подросток пойдет под суд, а ее напарник отправится на принудительное лечение. Купил героин, чтобы сбыть и заработать. Отставной подполковник МВД оказался за решеткой по наркотической статье. Коварный весенний лед и опрометчивый поступок рыбака. Как 40 человек спасали одну машину. Одна предстанет перед судом, вторая отправится на принудительное лечение. Следователи закончили работу над делом подростков, которые пытались убить целую семью. Покушение на убийство трех человек и разбойное нападение. В совершении таких серьезных преступлений обвиняют двоих 16-летних подростков из Ленинского района. Напомню, шокирующая история случилась 31 октября в Хэллоуин. День, когда, согласно поверьям, происходит разгул нечисти. 16-летняя школьница Юлия и ее приятель студент колледжа Кирилл ворвались в одну из квартир в микрорайоне Чистая Слобода. С целью хищения денежных средств, ювелирных изделий, банковской карты проникли в одну из квартир в Ленинском районе города Новосибирска. В это время в жилище находилась 80-летняя женщина и ее 11-летний внук. Действуя совместно и согласованно с целью убийства указанных лиц и последующего завладения имуществом, обвиняемые сообщник нанесли женщине не менее 16 ударов деревянной биты в область головы и верхних конечностей, а ее внуку не менее трех ножевых ранений. В это время в квартиру, где происходили указанные события, возвратилась 41-летняя хозяйка. Правоохранители установили, женщину-подростки встретили не менее жестоко. Пять раз ударили ее топором. Крики пострадавшей привлекли внимание соседей и, к счастью, среди них нашелся человек, который сумел переломить ситуацию. Опытного силовика не смутило даже то, что 16-летняя Юлия пыталась спастись, взяв в заложники ребенка. Она вышла с ребенком уже, но это позже уже, держа нож у горла и кричала у меня в заложник отпустить, или я его зарежу. А вы тогда что сделали? Ну она как бы отвлеклась от соседей, оказывали помощь как раз. Она маленькая отвлеклась от меня. Ну и вот вышла вот сюда вот. Как бы заставили. Ну как я сказал, отпусти ребенка, будет хуже. Она все-таки послушала, оттолкнула каким-то образом. Позже этот сосед, старший прапорщик Игорь Амельченко, все же показал свое лицо. Уже с разрешения начальства. Руководство областного главка МВД наградило мужчину, благодаря которому в той страшной ситуации никто не погиб. Девушку сосед пострадавших задержал, ее приятелю удалось сбежать. Однако тут за дело взялись полицейские. Были организованы масштабные разыскные мероприятия, в которых задействовались все наружные наряды полиции, оперативники уголовного розыска, служба участковых уполномоченных и инспекция по делам несовершеннолетних. В результате проведенных мероприятий подозреваемый, скрывавшийся от полиции, был задержан. Расследование продолжалось почти полгода. За это время следователи установили, что именно было целью малолетних Бонни и Клайда, а также выяснили, студент колледжа Кирилл не сможет нести ответственность за то, что натворил. Вместо колонии парень отправится в спецбольницу на принудительное лечение. Подругу юноши признали вменяемой и в ближайшее время она предстанет перед судом. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. Анна Скок, Алексей Погодин, Александр Егоров. Экстренный вызов. Уголовное продолжение получила история молодой берчанки, которая впала в кому после родов, а через 4 месяца умерла. Следователи провели проверку и приняли процессуальное решение. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас они проводят комплекс следственных действий и экспертиз, чтобы выявить причины и виновных смерти Анастасии Ларькиной. Врачи Берской городской больницы провели 20-летней девушке операцию кесарево сечения, а затем ввели антибиотик. После этого пациентка на несколько месяцев впала в кому, а в начале марта скончалась, не приходя в сознание. Чтобы найти и наказать виновных в ее смерти, родственники написали заявление в правоохранительные органы. Они считают, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки. Сначала защищал закон, а потом сам оказался в роли преступника. В Зайльцовском районном суде Новосибирска стартовал процесс над бывшим офицером транспортной полиции, которого обвиняют в торговле наркотиками. 45-летний Вячеслав Крюков в свое время носил погоны и боролся с криминалом. Однако осенью прошлого года он оказался по другую сторону баррикад. Бывшему начальнику уголовного розыска линейного отдела МВД на станции Новосибирск грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Крюков обвиняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах, а именно в том, что не позднее 8 ноября 2016 года он приобрел у неустановленного лица наркотическое средство героин массой не менее 18 граммов, которое пытался сбыть неустановленному лицу 8 ноября 2016 года. Однако его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции. Подозреваемого брали жестко со спецназом. Причем под раздачу попал еще и его сын Кирилл, управлявший приорой, в салоне которой находился фигурант. Допрошенный в суде Крюков-младший рассказал, что в тот вечер они с отцом поехали в магазин за пивом и продуктами. Но неожиданно в их автомобиль врезалась белая газель, из которой сразу же выскочили силовики. По словам сына, Вячеслав Крюков с наркотиками никогда не связывался. Однако, согласно материалам дела, во время личного досмотра в кармане его куртки правоохранители обнаружили тубус со свертком героина внутри. По версии следствия, бывший полицейский планировал продать зелье своей знакомой. Сейчас от Адама проходит курс лечения в Центре реабилитации для наркозависимых. Подсудимый, в свою очередь, вину категорически отрицает, но мотивировать свою позицию пока не спешит. Мне признают. Давать показания по существу обвинения желаете? В какой момент судебного разбирательства? Вы вправе давать показания в какой момент судебного разбирательства? В начале, в конце, в конце. На первом судебном заседании также выслушали женщину, которая записалась в свидетели в буквальном смысле по объявлению. Она добровольно откликнулась на просьбу родных обвиняемого дать показания. Сознательная гражданка якобы на протяжении 20 минут, не отрываясь, наблюдала за процессом задержания и под конец увидела такую картину. Получается, что неизвестный присел рядом с лежавшим на снегу подозреваемым еще до того, как у последнего изъяли наркотики. Впрочем, во время разбирательства эти показания наверняка тщательно перепроверят. А пока процесс только набирает обороты. Леонид Лишенко, Артем Валевич, экстренный вызов. Чудесное спасение железного коня. На Пском водохранилище из воды вытащили едва не затонувшие «Шевроле», водитель которого неосмотрительно выехал на тонкий лед. Все произошло в районе Печуговских островов. Лед треснул под автомобилем «Шевроле Нива», хозяин которого почему-то не обратил внимания ни на время года, ни на недавнее потепление. Рыбак быстро выбрался из салона. А вот машина оказалась в полузатопленном положении. Вытаскивали кроссовер буквально всем миром. В спасательной операции принимали участие десятки людей. В финале авто выдернули из полыньи и отбуксировали на берег. Гореводитель не только убедился в рыбацкой солидарности, но и получил наглядный урок на тему соблюдения правил безопасности на водоемах. И последнее. Не побоялся ни прохожих, ни холода. Голый мужчина стал героем социальных сетей. Фотографии обнаженного прохожего появились в интернете накануне вечером. Голый мужчина оттирался возле пункта обслуживания транспортных карт. Поэтому очевидцы даже предположили, что нудист лишился последних штанов из-за цен на проезд в городе. В итоге возмущенные прохожие вызвали полицейских, а те передали неадекватного эксгибициониста медикам. Скорее всего, причиной необычного шоу стали наркотики. В выпуске программы «Экстренный вызов» от 12 апреля была допущена ошибка. В сюжете о расправе над бывшей тещей и покушении на убийство жены корреспондент назвал обвиняемого Сергеем, тогда как на самом деле имя подсудимого Евгений Райфгерст. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005 по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС.